Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор и серии камбарбаев мы сейчас находимся около медцентра где делается плазма феррес это абсолютно уникальная и инновационная технология очистки крови не переключайтесь будьте с нами будет интересно Турсуна Абдекеримовна расскажите нам пожалуйста о вашем медцентре что у вас здесь есть так как вы открылись совсем недавно буквально два года назад расскажите нам пожалуйста очень приятно что вы пожаловали к нам мы открыли недавно в существовании всего около двух лет считаем можно смело сказать могу назвать свой центр единственным специализированным лицензированным не только в Алма-Ате но и по Казахстане такие процедуры проводятся только реанимационных отделениях мы все наши доктора выходцы из реанимационной службы многие доктора которые работают поликлинических условиях и даже малых клиниках где нет реанимационной службы про эти процедуры просто не знаю значит плазмофорез это очищение крови в переводе на русский язык с латинского это разделение удаление в данном случае идет процедура плазмофореза центрифужным методом прежде чем проводить эту процедуру пациент осматривается врачом переодевается форму потому что это считается стерильная зона мы стараемся соблюдать стерильную чистоту укладывается медсестра вводит систему сосудистый раствор мы пропускаем как положено раствор попадая в организм раскрывает все мелкие капилляры и сосуды которые забились в процессе жизнедеятельности в этих мелких капиллярах застаиваются токсины и крупинки крови этим сосудистым раствором мы раскрываем эти капилляры и вытаскиваем оттуда эти мелкие крупинки крови и токсины раскрыли потом потом идет следующий этап вторая система гепариновый раствор капается то есть разжижающий раствор она всю кровь в которой циркулирует в организме разжижает и растворяет вот эти мелкие крупинки крови которые мы вытащили из сосудов мелких и токсин только после этого мы делаем забор крови так данном случае центру и центрифужная методика и проводится таким образом мешочки одноразовые стерильные сейчас я вам покажу беспокоиться не о чем потому что абсолютно стерильная одноразовая присутствие пациента открывается подписывается фамилия чтобы пациент не переживал его кровь и ее кровь не ее кровь потому что здесь несколько пациентов одномоментно лежат раскрываем подключаем к системе проводится забор крови мешок с полным наполненный мешок с крови идет в аппарат ну расскажите нам вот об этой центре центрофуге как какие на функции выполнять для чего она вообще предназначена в зависимости от аппарата который мы проводим называется имеет свои названия например в данном случае центрифужный плазнафорез называется простое мембранный плазнафорез аппаратной лазнафорез много аппаратов которые разные объемы в зависимости от на золаги из детали в зависимости от объема как у какой процент организма крови будем чистить имеются такие аппараты которые одномоментно проводит чистку до 50% чистки крови организма, до 80% чистки крови организма. А в данном случае это центрифужная методика. За один раз она 30% крови очищения проходит. Проходит его 3 дня. Он еще и по-другому называется прерывистый. Если те навороченные аппараты проводят плазмофорез одним махом за один раз, вот эту трехдневную процедуру они за один раз проводят, приходит пациент только один раз, ну в 3 месяца, в 6 месяцев. А это процедура. Сюда обязательно надо 3-5 раз приходить. Но мы проводим в данном центре, я как специалист, больше трех раз не провожу, считаю, что этого достаточно. Четыре ячейки, мешочек одного пациента, одна ячейка. В данном случае крутится одна ячейка, остальные просто заполнены водой, чтобы это баланс. Кровь пациента здесь в этой центрифуге, она уже прокрутилась. Сейчас мы открываем, вытаскиваем. Тот мешочек крови, который наполнился кровью, мы опустили в аппарат. Само слово плазмофорез с латинского перевода разделение, удаление. Мы разделили. Аппарат прокрутил, и кровь разделилась на жидкую часть и на густую часть. Вот это уровень. Клетки крови все из себя выжили, выдавили, очистились и опустились на донышко, на донышке. Это жидкая часть крови. Жидкая часть крови по-медицински называется плазмой. Плазменная часть крови. То есть вот это плазма, да? Да, да, это плазма. Все-все-все клетки, которые вызывают болезнь, аллергические клетки при аллергиях, ревматологические клетки, которые при суставных болезнях, клетки, которые вызывают давление. Все циркулирует в жидкой части крови. И когда мы удаляем, вот эту часть мы удалять будем, вот эти клетки удаляются, и происходит улучшение самочувствия пациента, человека. Теперь дальше. Плазмофорез. Вот это вот чисто механически дальше, чисто механически сейчас увидите, аппарат будет давить. Чистую кровь отделяют от плазмы и возвращают ее владельцу. Чтобы пациенты были уверены в том, что это их кровь, мешочки подписывают и обязательно наглядно показывают. Затем подключают аппарат УФО для ультрафиолетового облучения, посредством которого каждая клетка крови обогащается и повышается иммунная система. Человек – это то, что вот он съел. Вот, собственно говоря, человек, наша кровь – это промежуточное состояние между тем, что человек съел, положил себе в рот и тем, что он завтра станет клетками нашими организма. Промежуточное – это кровь. В крови у нас, как показывает наша лаборатория, повышенный уровень там сахара. Это все видно в плазме крови. Вот когда, собственно говоря, своими глазами увидела плазму диабетика, и это фактически сгущенка, перемешанная с жирным-жирным бульоном. Вот такая плазма у пациентов с сахарным диабетом. Плазма у больных сепсисом, она вообще становится такая зеленая. Плазма вообще показатель того, чем болеет человек. В настоящее время сидит пациентка Асанова, Гульнара. Она более пяти лет посещает наши процедуры, раньше в другом месте, сейчас сюда ходит. Если первые годы она приходила по различным заболеваниям, ее доктора направляли к нам, то за последние 2-3 года она уже сама обращается с целью профилактики. В 1998 году я начала, с тех времен делаю ее. Год два раза, один раз. Потом 12-й горбольницы Деливер Саидович возглавлял, вот он делал. Потом Трусска Нада Кириновна. Ну вот, уже почти. Около 20 лет. Аллергическая сцена была, и вот никто вот не смогли, и вот тогда мне подсказали. Вначале страхов никаких не было? Да нет, абсолютно. Абсолютно. Это просто обыкновенная процедура. Просто я вот врачам доверяю, адекарином, у них стерильно все, все. Это зависит от пациента. Ну, последние где-то 3 года я делаю аппаратные. За один раз они планируют, ой, программируют на литр плазмы. Все токсины уходят, а организм, они обратно чистой кровью. Ну, может быть, и хороший уйдет, и плохой. Но потом хорошие все восстанавливают. Дорогие телезрители, я сейчас испытаю на себе новомодный аппарат по очистке крови, а после расскажу вам об ощущениях. Сейчас, значит, мы находимся в раздевалке, и мне нужно будет переодеться. Принцип действия аппарата плазмофереза американского производства гемонетикс. Заключается она в том, что кровь больного забирается порциями по 300 миллилитров. Перед этим, естественно, вводятся препараты, которые расширяют кровеносные сосуды периферические. Вводятся препараты, рожающие кровь. Это все способствует выделению токсинов и межплеточного вещества, кровеносные русла. После происходит забор крови. Кровь очищается вот в этой колбе путем фильтрации путем фильтрации и возвращается после фильтрации возвращается обратно в кровеносные русла. Очищенная плазма, она отделяется от форменных элементов и собирается в этот мешочек. За процедуру происходит забор одного литра плазмы. После процедуры больному мы возмещаем в полном объеме жидкость, которую забрал аппарат. И в то же время восполняем потерянные электролиты, витаминизируем кровь больного. В первую очередь, конечно, когда делают плазмоферез, вводят гепарин и вводят, выводят не только то, что в крови лишнее, а выводят все из суставов. Поскольку вот я как ревматолог говорю, что суставы это как вот в организме, это как углы в комнате. Если в комнате нет уборки, то весь мусор уходит по углам. Основная масса, конечно, в ревматологии это все метаболические артриты. То есть артроз, подагра, псевдоподагра. Вот. Поэтому здесь необходим просто плазмоферез очень большому количеству населения людей. Это прежде всего люди в возрасте, когда уже функция почек все меньше и меньше, а привычка кушать все так же велика, особенно того же мяса. Но плазмоферез, он необходим еще при аутоиммунных заболеваниях. Это сама ревматология, это фактически все аутоиммунные заболевания. Та же самая кратная волчанка или это ревматоидный артрит, или это анкилозирующий спондилы артрит, или какие-то наши тяжелые аутоиммунные заболевания, когда вырабатываются антитела против собственных суставов. Это уже ауто-антитела. Естественно, их вот в ревматологии, это классический метод лечения этих заболеваний, это тоже плазмоферез. Перед вами происходит процедура плазмофереза мембранного на аппарате ГЕММА российского производства. В чем суть и преимущество этого аппарата перед другими? Значит, суть плазмофереза состоит вообще в чем? В том, что наша кровь состоит из двух частей жидкой части и форменных элементов крови. Это эритроциты, тромбоциты. Значит, и жидкой части это плазма. Именно в плазме скапливаются, так скажем, вредные, токсические, ядовитые элементы, которые циркулируют в крови. Это биологически активные антитела, антигены, холестерин, липопротеиды, которые забивают сосуды. Вот. С помощью, значит, этого аппарата мы разделяем жидкую часть от клеточного состава крови, жидкая часть или плазма утилизируется. Значит, ну, по аналогии, если, знаете, уважаемые зрители, по аналогии, все помните фильмы, которые про Америку показывали Дикий Запад, да, когда миллионы, тысячи людей устремлялись в Калифорнию, на реку Колорадо или на Аляску и мыли золото, да, как они это делали? Они это делали, у них было корыто с сеткой, да, черпали мутную воду из реки, вот так вот просеивали и оставались чистые, блестящие, так скажем, кусочки золота. То есть вот здесь вот происходит примерно то же самое. Преимущество плазмофореза перед другими видами лечения экономичность уменьшается койко-день, если надо 20 дней лежать, когда подключают процедуру плазмофореза к основной терапии, он может за неделю вылечиться, то есть мы помогаем к основной терапии, как заместительная терапия идет в плюс к основной. А так, чтобы не, чтобы предотвратить болезни, чтобы потом не догонять, когда оно уже случится, лучше, конечно, с целью профилактики посещать. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хочу отметить, что мое состояние сейчас ну просто отличное. Я чувствую себя в тонусе после очистки крови. Плазмофорез является профилактикой всем видам заболевания. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова